Долго, поэтому давайте начнём. Ча-ча-ча? Пишите, готовы, не готовы, ко второй части эфира. Начинаем мы сейчас с тайм-степа. И у нас сегодня будет интересный тайм-степ. Механика чачи, повторюсь, уже говорил ранее, механика чачи простая, но это не значит, что любой, особенно без должной практики, её вам просто характер чачи в своих шагах покажет. Итак, вторая часть эфира. Ча-ча. Правильнее будет сказать, что это первая часть эфира, потому что вторая у нас получилась схема. А вот это должно идти до схемы. Что мы с вами делаем? Пяточки вместе. Ловим ритм. Раз, два. Три. Ча-ча. Раз, два. Три. Не отрывая пятки от пола. Не отрывая пятки от пола. Смягчая одно колено. Ротируя бёдра. Выполняем тайм-степ на месте. Тайм-время. Степ-шаг. На данном моменте мы шагов не делаем, но мы делаем перенос веса тела. Шаг и перенос веса тела – это практически односвязное понятие. Раз, два. Ча-ча. Раз, два. Три. Ча-ча. Раз, два. Три. И здесь очень важный момент. Когда я говорю про то, что вы переносите вес тела, я действительно имею в виду, что вы переносите вес тела. Несмотря на то, что две пятки у вас находятся вместе, вы колоссально по-разному чувствуете, где находится вес вашего тела. Это очень важный момент. Посмотрите, пожалуйста, отвлекитесь на долю секунды. Вот. Вес нашего тела проецируется прямо как эта палочка сейчас стоит между моих стоп. Вот. И когда сейчас я стою весом на двух ногах 50-50, и когда я смягчаю одно колено, вот так и ротирую бедро. Вот так это будет некорректно, неверно, потому что, смотрите, где там моя ремень, бляха ремня. Вот. Если эта бляха ремня остается близко к оси, к палке, то я не смещаю свой вес. При этом, заметьте, я могу смягчать колено и могу ротировать бедра. Это возможно, и более того, это применимо в танце, когда нам нужно делать синкопированные смены, когда нам нужно делать тит-ти-ти, 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 быстрее. Нам не логично, не ликвидно, не... Как бы не нужно, да, уводить на быстрых сменах вес па-ба-бам, раскачивать его, переводить его полностью на одну из ног. Но когда мы делаем целую смену, у нас обязательно вес... Вот сейчас я выполняю корректно с переносом веса тела. Смотрите. Two and three and four and one. Two and three and four and one. Two and three and four and one. И вы уже можете заметить, что на four and, на cha-cha, four and это четыре раз. Да, счет в cha-cha-cha у нас идет четверичный, то есть мы считаем раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. С характерным ускорением на цифры четыре, четыре раз. Как бы, ну, четыре раз, неудобно говорить. Заменили на cha-cha-ras. И поэтому танец обрел свое название cha-cha-ras. Cha-cha-cha. От вот этого вот характерного просчитывания цифр четыре раз. Теперь мы считаем два, три, что стало, соответственно, опять же, откуда идет вот эта отсылка? Меня постоянно спрашивают, ну, Михаил Владимирович, почему на два-то мы начинаем? У нас же есть счет раз. Да, мы начинаем на два, потому что раз он принадлежит к счету четыре. Четыре. Четыре и раз. Это один, одна плеяда синкопированных действий, которые просчитываются как cha-cha-ras. Мы можем, cha-cha-cha, можно так сказать, да, правильнее будет сказать. Мы можем с вами использовать раз как полноценный целый счет в хореографии и можем его использовать как синкопированный, он плавающий счет. Это сложно и нам пока не надо. Что важно? Вот четыре раз сложно, поэтому мы говорим cha-cha-раз. При этом мы, я это все говорю вам, рассказываю для того, чтобы вы поняли одну вещь. Cha-cha, они, вот это вот первое словосочетание cha-cha, оно очень близко и скоростно произносится и очень близко друг к другу стоит. Вы так четыре не произнесете, как вы можете быстро, как вы можете произнести cha-cha, cha-cha, быстро, да? И вот как вы можете это произнести быстро, так вы должны постараться эти две смены быстро сделать. Соответственно, у вас идет два, три, cha-cha, раз, два, три, cha-cha, раз. Тогда вы в характере cha-cha танцуете. Ну и про вес я тоже вам, надеюсь, донес информацию, что вес у вас в целых счетах два и в целом счете три, он у вас переносится полностью на опорную ногу. Значит, я двигаюсь от палочки в сторону. Но если продолжить палочку вот сюда вверх, то мой подбородок, нос, видите, он находится все равно, где палочка. Это тоже важно учитывать. Если мы будем, смотрите, вот сюда двигаться корпусом, да? Two and three and cha-cha. One and two and three and cha. Это будет неправильно. То есть, когда вы смотрите в зеркало, первично, вы можете поработать с палкой, если она есть, посмещать бедро, да? И второй момент, вторично будет, это следите за головой. Каким образом я слежу за головой? Я подхожу, вот ученик танцует. Па-па-та-па, тика-та-да, тада-та-да, тика-та. Я стою сзади, ему вот так вот пальчик на голову бамс. Ну, если, конечно, это не двухметровый дядя, да? Пум-пум, та-та-та, пум-пум, та-та-та. И, соответственно, что? Я не столько сильно давлю, а сколько даю просто почувствовать вот эту точку на его голове, которую он должен пытаться удерживать. Но это не обязательно делать. Вы можете просто представить, что кто-то вам поставил пальчик на голову, либо посмотреть в зеркало и попытаться удержать свою голову в одном положении. С лица я вам уже показал. Со спины то же самое. Раз, два, три, cha-cha. Раз, два, три, cha-cha. One, two, three, cha-cha. One, two, three, cha-cha. One, two, three, cha-cha. One. Практикуем. И если у вас есть вопрос, пока основная группа делает, напишите свой вопрос. Если у вас вопроса нет, просто практикуйте то, что я вам сказал сейчас. Они просто меньше сгибаются. Когда мы делаем правильно, мы cha-cha делаем быстро, вот, а ножки, они также сгибаются, ну, в смысле тоже сгибаются, но не так сильно. Когда мы делаем два и три, два, сильно сгибаем, три, сильно сгибаем. А когда cha-cha, cha-cha, не сильно. Вот они. Еле-еле легкое сгибание. И акцентируем мы вот это cha-cha вот здесь. То есть, как будто нас столкнули то в одно бедро, то в другое бедро. Очень активно. Cha-cha. Да? Два, три, пам-пам-пум. Два, три, cha-cha, раз, два, три, па-па-та, два, три, та-та-та, вот здесь. На cha-cha вес остается 50-50. Или частичный. Как можно ближе к центральной оси. Потому что это синкопа. Потому что вот это соединение cha-cha, это синкопированный счет. Что значит синкопированный счет? Это, например, вот у нас есть четыре счета. И мы его делим на две половинки. На cha-cha. Целый счет разделили на два. Это синкопированный счет. То есть, это ускоренный счет. Ну, из одного стало два. Каким образом? Путем деления. Раз мы разделили, значит, эти две части, они уже меньше целого счета. Значит, они синкопируются. Хорошо.